А перед началом данного видеоролика хочу вас попросить присоединиться к новому дискорд серверу по новому читу. Здесь будут выходить обновления, всякие новости, также вы можете пообщаться здесь в чатике и многое другое. Ссылочка будет в описании, так что не ленитесь, заходите и присоединяйтесь. Всем привет, сегодня мы с вами скачаем совершенно новый чит для Роблокса. Этот чит вышел буквально недавно и у него в принципе, я считаю, есть довольно хорошее будущее, потому что дизайн у этого чита довольно неплохой, но и функционал естественно тоже. Также, этот чит без ключа, то есть вам не нужен ключ при входе и работает автоинжект, что очень даже хорошо. Значит, переходите по ссылочке в описании на вот этот сайт OxiCloud и нажимаете сюда скачать бесплатно. Все, нас перекидывает на скачивание файла. Как видите, меня сразу перекинуло, но у вас вот тут вот может появиться иконка с разрешением. Обязательно разрешите, чтобы вас перекинуло. Так, все, чит скачался, нажимаем скачать файл. Все, вот он скачался. Нажимаем вот на эту стрелочку и нажимаем сохранить. Так, все отлично. Потом, здесь смотрите, если у вас антивирус включен, то выключите его, потому что он будет вам мешать. Значит, смотрите, я сейчас восстанавливаю файл, который у меня удалился. Так, все, готово. И отключаем антивирус свой. У вас, может быть, по-другому отключается, но вот у меня вот так вот он отключается. Все, показать в папке. Заходим сюда. Переносим папку на рабочий стол с читом. Все, готово. Вот он, наш чит. Заходим сюда. И вот он, чит. Все, заходим в него. Грузится довольно долго. Хотя, в принципе, нормально. И теперь смотрите. Теперь заходим в Бисфарм симулятор. И сейчас вам покажу, как работает автоинжект. Но, смотрите, чтобы у вас работал автоинжект, вам обязательно нужно отключить чит. Потому что, если вы не отключите... Ой, то есть, извиняюсь, антивирус. Потому что, если вы не отключите антивирус, то у вас, естественно, автоинжект и чит сам может не работать. Вот. Так что, можете не бояться. Вирусов никаких нету. Все легально, все честно. Так. Ну, теперь открываем наш чит. И нажимаем вот на этот шприц. Все, идет автоинжект. Все, отлично. Мы заинжектились. Заходим в Script Hub. Как видите, вот тут появилась иконка. Это значит, чит заинжеклился. И нажимаем Бисфарм симулятор. То есть, на эту вот иконку. Сворачиваем чит. И вот у нас грузится, получается, наш скрипт, все скрипт хаба. Вот. По функциям я особо не знаю, как тут они переводятся. Английский у меня немного хромает. Так, ну вот я вижу. Так, здесь получается... Как оно говорится-то? Плюнул, что ли? Или не плюнул? Я уже не помню, как это называется. Но, короче, типа... Это всякие ништячки. Которые, получается... Плюет либо вот этот одуванчик, либо же... Вот этот гриб. Так, все, больше нету, получается. Окей. Так, ладно. Давайте начнем с фарминга. Есть автофарм. Ну, давайте... Шанфлавер. Это, получается, подсолнух. И старт фарм. Как видите, у меня рюкзак забивается. В принципе, довольно быстро. И также сейчас заспаунятся вот эти токены. Он у меня их сам автоматически будет собирать. То есть, к ним тпхаться. Как видите, автофарм работает. Отлично. Так, давайте идем к другим функциям. Нажимаем сюда. Здесь у нас, получается, телепорт. Допустим, могу тпхнуться на грибное поле. Потом на одуванчиковое поле. Ну, в принципе, и так далее. А вот поля, которые у меня закрыты, допустим, вот на это поле. Я туда не могу тпхнуться, как видите. Вот сюда я могу, потому что у меня здесь работает вход. Ой. Чуть не убили меня. О, что это за токен? Давайте соберем. Ага, что-то мне удалось. Ладно. 10 секунд что-то удалось. Так, ну, допустим, вот на этом поле. Вот, как видите, я туда тпхнуться не могу, потому что у меня проход закрыт. Вот, получается, вы сможете тпхнуться только на то поле, которое у вас открыто. Так, идем дальше. А здесь у нас всякие ништячки. Там, автоатака и всякое такое. Допустим, вот если появится пчела, вот это вот название сейчас прочитаю. Викиос. Вот, нажимаем, получается. И если бы она у меня сейчас была на сервере, я бы ее убил. Так как у меня ее нету, я, естественно, ее убить никак не могу. А также, смотрите. Знаете, можно убить туннельного мишку. Вот на туннельного мишку у меня тпхается. Только нюанс в том, что я его убить, естественно, не смогу. То есть у меня, вот смотрите, сейчас пчелы прилетят. Они его будут дамажить, но они его сильно не задамажат. Как видите, они промахиваются. Ну и так далее. Так, все это отключаем. Также тут можно юзать всякие, допустим, как они там называются, гам-дропсы. Потом, ну, короче, всякие бустики. Идем дальше. Сеттингс настройки, получается. У нас анти-авк. Получается, вы... Вас не будет, получается, кикать, если вы уйдете в АФК. А как это работает? Смотрите. Если вы не знали, то, по-моему, если у АФК стоять больше 20 минут в самой игре в Роблоксе, то вас кикнет. Вот. А вот эта функция, по идее, не дает вам, типа, стоять в АФК. И, допустим, вы можете куда-нибудь уйти. Там, допустим, погулять или на работу. И вас никогда не кикнет. То есть, пока вы не вернетесь за ПК и сами не выйдете. В принципе, довольно прикольная функция. Ну, в принципе, оставшиеся функции, я думаю, вы сами сможете все проверить. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.